Фашист Как сейчас мы готовились к пресс-конференции по вопросу национальной безопасности, в связи с происходящим вот сейчас шубашом, да, и, естественно, для нас было важно, во-первых, создать контекст, не разорванные отрывочные события, а что это всё взаимосвязанные, очень тесно переплетающиеся, вытекающие друг к другу события, мероприятия, происшествия, введениями в разных странах этапов ужесточения, да, там новых локдаунов, новых введения QR-кодов тут или здесь, проведения каких-то там учений всяких разных и так далее и тому подобное, да, саммите у Байдена 200 миллионов долларов на пандемию, непосредственно вот на управление пандемией через подготовку к пандемическому соглашению. Сегодняшние президенты изменились не только внешне, но и внутренне лишены части чувств и эмоций, присущих нормальному человеку. Они точно не люди. Конфликт из-за ненадетых намордников в таллиннском супермаркете кульминировался применением перечного газа охранником магазина и вызовом полиции пострадавшими. Пострадавшие вызвали полицию, а в итоге увезли их в полицию, пострадавшие. Я видел это видео, друзья, зрелище поганое. Ходит поганец какой-то таллиннского супермаркета, не зная, то ли административный работник, то ли охранник, и пугает мужчину и женщину, молодых довольно-таки, то, что он, значит, их обрызгивает этим газом, если они не уйдут с магазина. Зрелище было возмутительное. Рядом с этим поганцем таллиннским стоит полицейский или охранник, я не знаю. Но так или иначе они вдвоем нападают на людей, чтобы выгнать их с магазина. Вот, в общем-то, вам слуги фашистского режима в Таллине. И, поверьте, таких подонков среди нас великое множество. Сегодня их возьмут с улицы, оденут на них форму, дадут им автомат и отдадут приказ, что если вы возмущаетесь действиями власти в связи с такой вот обстановкой непростой, вас нужно расстрелять. И они будут вас расстреливать. Вот эти подонки, сегодняшние ваши соседи, Вася, Колян со двора, это они будут расстреливать. И, может быть, даже вы не знаете, что именно вы закончите свою жизнь от рук вот этого вот вашего во дворе мента, который будет потом карателем. Вот чем сегодня опасна для нас глупость. Вот чем сегодня опасна для нас вот эта сирая быдло, которая ходит и выполняет приказы по телевизору. Они опасны для нас, для нормальных людей. Опасны. Именно на их поведении, на их послушании строится вся эта пирамида лжи и разрушаются наши страны. И потом же эту сирую быдло массу на нас натравят, на нормальных людей. Поэтому не нужно сегодня с ними заигрывать и говорить фразы типа «это выбор каждого». Да, выбор каждого. Но это не значит, что я должен уважать, одобрять твой выбор. Ты выбрал стать врагом нормальному обществу. Соответственно, будь готов, что вторая половина общества будет относиться к тебе как к уголовному элементу, который совершает насилие над моей семьей. Вот и все. Что вы делаете с человеком, который насилует вашу дочь или ребенка? Что вы будете с ним делать? Вот точно так же вы будете относиться к этим карателям, к своим соседям, которые сейчас делают свой выбор. Именно они будут на вас нападать. Или вы что думаете, Путин привезет каких-то специальных карателев из соседней страны? Нет, у него нет людского резерва. Он будет подонков набирать из России. И я уже в своем ролике показывал объявление, что им уже дают зарплату и их берут на службу, называя их резервистами. Вот кто сегодня идет в резервисты записываться, тот и будет ездить на БТРах с автоматами приезжать к вам. Очень любят употреблять глобалисты, новое понятие, да, человеки-боги. Но они это применяют относительно себя. Заявлены прекрасные совершенно цели. Говорит вот как бы по форме красиво. Но когда вникаешь в суть, немножко ужасаешься. Мы, как он сказал, масштабируем на всю планету Земля. Цели заявлены очень-очень благие. Но он прямым текстом говорит, и он, и его команда прямым текстом говорят о том, что без того, чтобы достичь тотального контроля, без того, чтобы инвентаризировать всех и все, достичь абсолютного мира и вот этого светлого, прекрасного будущего невозможно. То, что сейчас произошло, вот цитирую его, это dress rehearsal. То есть это генеральная репетиция. Нам заявлено о том, что перед тем, как мы перейдем к прекрасному, удивительному, мирному будущему, мы должны будем пройти как минимум еще через какую-то очень-очень страшную, с его словом, неизбежную пандемию, к которой мы тоже должны будем прийти какими-то очень большими потерями, не в смысле здоровья, а в смысле отказа от каких-то текущих, привычных нам прав и свобод, потому что как же иначе, без тотального контроля и инвентаризации мы можем достичь вот этого вот урегулирования этих сложных вопросов. Избежно, что без тотального контроля и инвентаризации населения достичь своих целей они не могут. И мы уже сказали, что заявленные цели могут очень сильно отличаться от истинных. Как человек рассуждает о судьбах мира, можно сказать, что, в общем, человек как минимум страдает комплексом Бога. Они за нас решили, какое оно должно быть, и это прекрасное будущее. Они за нас решили, как они это будущее будут реализовывать. Поэтому в первую очередь, я думаю, стоит рассматривать аспект психического нездоровья. Потому что люди, которые решают такие, ставят такие задачи, решают такие вопросы, это, конечно же, люди ущербные, мы уже говорили неоднократно об этом, ущербные в своём восприятии, мировоззрении, душевно ущербные люди. Без эмпатии, без сострадания. И неоднократно приходилось общаться напрямую с такого уровня людьми. И при том, как они могут быть буквально завораживающе, убедительны в своих каких-то вот этих философских измышлениях, когда переходишь на конкретику, когда переходишь на живого человека, они могут быть невероятно жёсткими и жестокими в своих высказываниях, в своих решениях. Прежде всего, сократить население до управляемого числа, так сказать, до управляемого количества. Их ресурсы, чтобы могли охватить вот то количество населения, которое им под силу. Это раз. Два, естественно, разброс. И для этого, более того, им ещё нужно, чтобы люди минимально передвигались внутри вот этой истории. По сути, это те самые агломерации, в которые они надеются оставшееся население согнать, где будет вот тот самый тотальный контроль с полной биометрией, с абсолютным отслеживанием каждого шага через разные виды видеосистемы, расплачивания, использования в начале карт, потом, естественно, это будет заменено, и уже готовятся различные более прогрессивные, более технологичные методы. Плюс они прямым текстом обсуждают эргономику вообще всего этого мероприятия и вопроса. Для этого нам рассказывают климатические байки. Я не зря упомянула климатический став саммит в Глазго. Им важно, чтобы мы не вырвались из этих городов. Для этого должно быть уничтожено поголовье скота. Для этого должны быть выжжены земли, химические как минимум. И люди должны зависеть в полной мере от этой агломерации, где их будут кормить лабораторным мясом. Вот у нас господин Гейтс уже аж целых две фабрики запустил по производству лабораторного мяса. Про ГМО мы вообще не говорим. Мы уже питаемся их полным уходом. Понятно, что это не 100% населения будет. Им нужно, чтобы кто-то их обслуживал, обстирывал, обглаживал, кормил, выращивал для них органическую еду, создавал там какие-то определенные условия, развлекаков. Для чего нужно нас гонять и так далее. Для того, чтобы вот это поколение, которое невозможно с точки зрения переделать, об этом говорил, например, господин Шваб на саммите в Чикаго, не мешал им создавать вот эту новую культуру или новое, может быть, племя этих Pax Sapiens, может быть, в этом все дело, выращенных в искусственных матках. Вышел только что патент неделю или две назад по искусственной матке. Если до этого проходили все исследования, исследования, исследования в Британии, вот они эту железную матку тестировали, их там уже было десятки успешных опытов, то сейчас она уже запатентована и готова к массовому производству. Я думаю, что вот все заявленные цели, они, несомненно, все промежуточные. И они подаются либо под соусом заботы, либо под соусом какого-то будущего всемирного благополучия. Это станет общество единого какого-то мировоззрения, единой философской концепции и так далее. Можно ее называть единой религией, можно ее называть, другое дело, что для того нового общества предполагать должно стать Богом. Я упомянула, как они называют себя, хомо-дей, люди-боги. Но они же это относят только к себе. Но исполнители, которые, так сказать, в промежуточном, которых мы видим на сегодняшний день, мы уже и наблюдаем, и видим, что, конечно, нет. И более того, это такая защитная прослойка, я думаю, которая очень удобна и выгодна. Это тоже люди, которые становятся преданы, можно сказать, своим хозяевам, независимо от своего положения, потому что им просто не на кого и не на что опереться. У них нет вот этого фундамента, ценностей традиционных. У них нет вот этого. Сейчас есть еще одна веха, 2030 год, которая заявлена как абсолютный поворот, разворот, и технологический, и климатический, и социально, и с точки зрения как раз внедрения аспектов великой коммергенции, создания интерфейсов человек-человек, человек-компьютер и так далее. Добьются ли они своих целей? Вложены колоссальные средства. Ничего эти люди не делают никогда, я об этом говорила неоднократно, ничего они не делают, не просчитав. Я вам приводила слова изначально, Марсель Арсенов, все сделается эмпирически всегда. Если они не просчитывают на 10 шагов, да какие на 10? На 100 шагов вперед они не берутся, и у них есть всегда план А, Б, Ц, Д, Е и так далее до конца алфавита. Все делается по доброй воле людей. И тот, кто не хочет участвовать в этом шабаше, и тот, кто кто-то вот находит, вот я разговариваю с людьми, есть люди, которые не находят в этом ничего такого ужасного. Для них это вполне нормальное развитие событий. Они говорят, ну что, ну будет такой мир. Это их выбор и их право. И они идут туда, в этот мир добровольно. Кто-то попадет в эту ловушку из страха, из непонимания и так далее. Но я думаю, что какую-то часть населения, они непременно за собой волокут. Вы не знаете, что будет. Что если они возьмутся за оружие, как вы говорите со страшным хаосом, вы все же можете только предполагать, что будет. А вот если они не возьмутся за оружие, вы точно знаете, что будет. Так что вы выбираете? Если вам сегодня скажут, вот есть оружие, и давайте встанем за свою свободу. А вот есть лагерь, и вы идите туда. Как вы думаете, что вы выберете? В лагерь на убой идти? Или с оружием? Или вы тогда подойдете к людям с оружием и скажете, не берите оружие? Наделаете хер знает чего? Постреляете, бой не устроите. А что потом построите? А ума у вас мало? Ни хрена не сделаете. Здесь нужно драться за свою жизнь. Даже не с целью что-то построить взамен, а с целью отстоять свою жизнь и жизнь своих близких. Поэтому, если такое будет, нормальные люди должны выбрать как раз-таки этот вариант. Неважно, придет подонок или нет, но хотя бы этих подонков убрать, чтобы следующие знали, что было с их предшественниками. И что с ними может быть. Вот это обязательно нужно сделать. И ради этого уже стоит встать и сопротивляться. Ну, или хотите добровольно, идите к ним, пожалуйста. Слушайтесь, делайте. А потом вы будете, так сказать, актерами, а мы будем зрителями. И с удовольствием посмотрим, что с вами будет. Другое дело, что нас-то тоже немало. Тех, кому, кто смотрит на это со стороны, наблюдает за всем этим, и совершенно не заинтересован в том, чтобы, так сказать, прийти в этот дивный новый мир. Каждый из нас может вообразить себе свое собственное завтра. Не только для себя, но и для своих детей и внуков. И начать эти планы реализовывать. Вне зависимости от их планов. Не надо оглядываться, вот меня интересуют их планы, ровно постольку поскольку. Я хочу знать, куда мне не вляпаться. И где будет пространство для моего счастливого будущего. Хоть одного, так убей же его скорей! Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok